Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Сидя на заднем сиденье автобуса с сынишкой в обнимку, Лена уже давно не чувствовала себя так плохо. И дело было вовсе не в плохой дороге, покрытой ухабами и рытвинами. Суть крылась в другом. «Мам, а мы скоро приедем? И почему эта деревня называется Карповка? Потому что карпы живут?» Сонно приоткрыв один глаз спросил Мише. Лена улыбнулась и с заботой погладила его по голове. «Скоро, сынок, скоро. Ты потерпи только, ладно? А Карповка – это просто такое название, и к рыбе не имеет никакого отношения. Ладно, мам, я тогда еще посплю», – согласился мальчишка и прикрыл глаза. Лене же в этот момент хотелось плакать. Причем не просто тихонько всхлипывать в конце салона, а разрыдаться в голос. Хотя, вряд ли в подобной ситуации могло быть по-другому. Все-таки увольнение за разглашение врачебной тайны – вещь крайне неприятная. Да и главврач постарался, устроил показательное увольнение, чтобы другим в назидании. «Ты что это о себе думаешь, Кириллова? Мне что, учить тебя нужно, что ли? Ты же знаешь, в таких вопросах тайна – это самое то. А ты раскрыла рот, расчирикалась, что та канарейка. Растрезвонила всем о том, что бизнесмен этот, Анатолий Левашов, уже одной ногой в могиле. А его конкуренты взяли и скупили все акции его компании!» С ненавистью ударив трубкой телефонного аппарата по столу, кричал главврач. «Но, Андрей Константинович, откуда же я знала, что этот якобы родственник больного окажется человеком его конкурентов? У него же на лбу это не написано!» Пыталась спасти ситуацию Лена. Но, находившийся тут же за отделением, Сергей Александрович был непреклонен. «Нет, это уже край Кириллова. С этой минуты ты уволена. Иди в расчетный отдел, и чтобы через час твои ноги в нашей клинике не было. Да, еще, работу по специальности в городе можешь не искать. Все равно, никто тебя здесь даже санитаркой не возьмет!» По щекам Лены потекли слезы. Конечно, она понимала, заведующий специально устроил этот разнос, чтобы доказать свою лояльность Андрею Константиновичу, которого назначили главным всего месяц назад. Эх, как же это в жизни вот так все бывает, одно на одно накладывается. Развод с мужем Русланом, отдавшим предпочтение другой женщине, Ольге, прошедший путь от его любовницы, да, так сказать, особой, приближенной к императору. А теперь еще вот, увольнение по статье. Единственным выходом в такой ситуации для Лены стал переезд. И не в пригород, а как можно дальше, куда не доберутся отголоски ее печальной славы опального врача. Сидя на заднем сиденье автобуса вместе с Мишкой, Лена лихорадочно думала о том, как ее встретят на новом месте. — Зря ты вот так на бум едешь, Ленк. Зачем сына с собой сразу брать? Осмотреть сначала надо, прикинуть, что к чему. Сейчас вон, обман сплошь и рядом, — говорила подруга Наташа. Но переубедить Лену на тот момент было уже нельзя. — Да не могу я здесь больше оставаться, Наташа. Сама понимаешь, это ведь Руслан меня подставил с пациентом этим. Он же, как выяснилось, на конкурентов этого больного бизнесмена работал. Вот и подослал ко мне человека с просьбой. Знал ведь, что особо проверять их родственные связи не стану. Хотя, сам бы он до такого не додумался. Ольга-нибудь надоумила. Руслан на такое не способен. Наташа только головой покачала и попросила быть аккуратнее. А Лена в попыхах набила два чемодана вещами и вместе с сыном Мишей отправилась на автовокзал. Водитель рейсового автобуса, добряк с пышными усами, улыбнулся и взял их даже несмотря на практически полную загруженность салона. — Ничего, для вас местечко аккуратно найдется. А то до Карповки вам сегодня уже ничем не добраться. Только утром. А с чемоданами сейчас помогу. — Дядя, спасибо. Я вот тоже, когда вырасту, хочу водителем автобуса стать, — воскликнул Миша, чем очень развеселил шофера. Лена улыбнулась, поблагодарила доброго мужчину за помощь. Мыслями она была сейчас далеко. А потому думала только о том, получится или нет купить дом в деревне Карповки. Так уж вышло, что ввиду ограниченного бюджета это был едва ли не единственный выход из ситуации. При этом даже пришлось занять немного денег у Наташи. Месяца на два-три, но все же. Риэлтор Денис, предложивший этот вариант, показался немного странным. Уж слишком много, по мнению Лены, он запросил в качестве вознаграждения за найденное жилье. Впрочем, выбирать было особо не из чего. Денег ей хватало только на этот домишко в Карповке. А сколько там уж возьмет посредник, дело десятое. На протяжении всего времени пути, она постоянно ловила на себе взгляд водителя автобуса, следившего за ней через зеркало заднего вида. Понять Виктора Борисовича в принципе было можно. Мужчина в районе шестидесяти, вдовец. Дети уже взрослые и сами могут позаботиться о себе. Самое время пожить для себя. Особенно. Рядом с такой красавицей, как эта незнакомка с сыном. Мысленно прикинув свои шансы в уме, шофер отрицательно покачал головой. Нет, Вить, в этом случае твой поезд уже ушел. А мечтать, как говорится, не вредно. Так уж вышло, что Лена и Миша вышли на нужные им остановки только в районе полудня. Летнее жаркое солнце уже стояло в зените, а асфальт прокалился до нельзя. Как и в момент посадки, водитель вновь помог им вынести чемодан из салона. Затем, смахнув под солба, Виктор Борисович сказал. Ну что ж, удачи вам на новом месте. Лена благодарно улыбнулась и, взяв ношу, поплелась под защиту автобусной остановки, где была хоть какая-то тень. В этот момент в сумочке зазвонил телефон. Увидев на экране имя Дениса, она облегченно выдохнула. Ну вот, вспомнил, наконец. Может, хоть до самой деревни подвезет и с чемоданами поможет. Да, было бы неплохо. А то нам вдвоем ни за что их не дотащить, согласился Мишка. Алло, здравствуйте, Кирилл. Да, мы уже на остановке. Скажите, пожалуйста, вы нам случаем не поможете? Ну, не заберете, а то у нас два чемодана, боюсь, не дойдем, начала Лена. Денис задумался немного, а потом сказал. А, добрый день, Лена. Подбросить вас к деревне? Ну, лично я вас забрать не смогу, машина барахлит. А вот человечка за вами пришлю, ожидайте. Лена пожала плечами и, смахнув под солба, предложила сыну сесть прямиком на чемоданы. Мишке такое предложение сразу понравилось. Ведь он, в свойственной ему манере, представил, что это и не чемодан вовсе, а скаковой конь. Лена улыбнулась, после чего отправила Наташе сообщение, что они добрались нормально. В ответ на это подруга тут же прислала ей милый, обнадеживающий смайлик. Держу за вас кулаки. Лена улыбнулась, после чего повернула голову влево и увидела клубы пыли, приближающиеся к ним со стороны грунтовой дороги. «Ого! А это что, мам, грузовик?» С тревогой спросил Миша и даже привстал с чемодана. Но, сколько бы Лена не вглядывалась в клубы пыли, различить ничего так и не смогла. Ситуация прояснилась лишь тогда, когда загадочный автомобиль остановился. И она без труда узнала старенькую «Волгу». Вскоре навстречу им вышел мужчина лет тридцати, заметно преподавший при ходьбе на одну ногу. Также, когда пыль осела, Лена заметила характерный значок инвалида, прикрепленный на лбовом стекле его машины. «День добрый. Давайте знакомиться. Я Саша Погорелов. Меня прислал парнишка один, Денис, по-моему. Юркий такой, что тут уж. Он на иномарке приехал, но машину обидеть не захотел. Вот меня и попросил вас забрать. Нет, что, у меня не машина. Танк. Надежная и безотказная», — с улыбкой начал водитель «Волги». «Лена? Лена Кириллова. А это мой сын Миша. Мы... мы это...» Запнулась на мгновение она. Александр махнул рукой. «Да знаю я, зачем вы приехали. Вернее, куда? В дом Федьки Березина». Он этот дом, как в наследство получил, так считай, и не жил толком. А потом и вовсе. В колонию загремел и сгинул без следа. Вроде и во время бунта стал случайной жертвой. «А кто ж тогда дом продает? С кем меня Денис везти должен?» С удивлением спросила Лена, помогая Александру загрузить чемоданы в объемный багажник. Со стороны он казался таким большим, что в него можно было впихнуть даже слона. «Кто продает?» «Так брат его сводный по отцу и продает. Колька Шипов». Ему этот дом давно глаза мозолил. Все он норовил избавиться от него. Но в цене сойтись не мог. А тут вот. Видать, вы ему хорошие деньги предложили». Смахнув под солба, ответил Саша. Тем временем, Мишка уже забрался в прогретый полуденным солнцем салон Волги и, покрутив ручки, открыл окна. «Колька этот, считай, вместе со мной рос. Всегда непутевым был. А вот Федька, Федька голова. Ветеринаром Дарьес-то был. К нему из города на усыпление богачи животных своих привозили. Мол, чтобы он эвтаназию, так сказать, применил. Ну, без боли там, то да сё. А Федька деньги брал, но животных не усыплял, а лечил с применением собственных методик и хороших лекарств. Вылечит, к примеру, кобелька. И через объявление в газете новый хозяина ему подыскивает. Во какой человек. В деревне его все обожали», пояснил Александр и завёл двигатель. Лена сочувственно кивнула, а потом осторожно спросила. «А за что ж его посадили-то, раз человек хороший?» Александр сокрушённо покачал головой. «За что посадили?» «Так за убийство, говорят». Лена вздрогнула. «Вот тебе и хороший человек, Фёдор Березин. Ветеринар и всеобщий любимец». «Да вы и не робеете так!» Собственноручно Федька никого не убивал. Он на трассе человеку, попавшему в аварию, пытался помочь. Как же его фамилия была? Эх, не припомню. Так вот, Федя ему кровотечение остановить хотел, артерию пережал, но ничего не вышло. Лена покачала головой. Уж кто-кто. Она знала, что даже опытный врач не всегда может спасти пациента. Впрочем, ветеринар тоже как бы не совсем посторонний человек в мире медицины. Естественно, специфика другая, но в целом... Десять лет Фёдору дали. Мужчина, который у него на руках умер, оказался какой-то шишкой из области. А вот родственнички его и постарались. Живо виновника нашли. Особенно супруга погибшего изгалялась. Кричала в суде, чтобы Федьке пожизненное дали. Три года он отсидел, а полтора месяца назад известие из колонии пришло. Мол, погиб Фёдор Антонович Березин во время ликвидации стихийного бунта. Вот тогда-то братишка его Колька и решил продать дом. Подытожил Саша. Лена сочувственно кивнула. Понимая, что в жизни бывает всякое. Так незаметно за разговорами они и въехали в Карповку. Нужный дом стоял почти у самой окраины. Там же, на зеленой лужайке, она заметила припаркованную иномарку риэлтора. «Эх, и живут же люди, а! Бережет ее, как дочь родную пестует!» С завистью заметил Саша. Как выяснилось позже, приезда Лены ждали с огромным нетерпением. Николаю так хотелось как можно быстрее продать дом, что он даже вызвал нотариуса сюда. Семен Валентинович Шацкий приехал вместе с Денисом. И, судя по всему, работал с ним в одной связке. Причем весьма долго и плодотворно. «О, а вот покупатели пожаловали. Смотреть, какой дом! Красотища! Настоящий подарок! А цена какая! М-м-м! Были в деньги, сам у себя купил!» Заулыбался Николай. Лена робко улыбнулась в ответ. Ведь лицо продавца дома, равно как и вся эта компания, вместе с нотариусом и риэлтором, ей не понравилось. «А можно мне сначала осмотреться? Ну, не могу же я без осмотра покупать дом!» Николай обменялся с Денисом многозначительным взглядом, а потом словно нехотя проводил ее внутрь. Александр же постоял немного, а потом завел свою ласточку и уехал прочь. А что еще ему было делать, когда его услуги уже не требовались? Как поняла из разговора Лена, Александр работал у местного фермера, выполняя роль курьера, личного водителя и даже управляющего, когда его об этом просили. К ее удивлению, в доме оказалось довольно уютно. «Конечно, здесь не помешал бы хороший ремонт, но это были уже мелочи. Главное, что у них с сыном будет своя жилплощадь. Хорошая или не очень, главное, что своя». Проведя гостью по каждой из комнат, Коля спросил. «Ну как хозяйка, устраивает?» «Устраивает», — облегченно выдохнула Лена и посмотрела на Мишу. Сынишка выглядел уставшим, что объяснялось длинной и нелегкой дорогой. А значит, нужно было отдохнуть, причем как можно скорее. «Ну что ж, раз всех все устраивает, предлагаю как можно скорее заключить договор купли-продажи», — предложил Денис, который хотел как можно скорее получить свой процентик от проведения сделки. «Ну что ж, с моей стороны проблем не возникнет. Я уже давно все подготовил. Осталось только поставить подпись и дело, как говорится, в шляпе», — услужливо заметил нотариус, Семен Валентинович. Лена устало кивнула, понимая, что сил на какие-то более активные действия у нее нет. Да и что тут было, собственно, думать? Дом добротный, крыша не течет, подвалы и колодец имеются. Грех жаловаться, как говорится. В этот момент нотариус показал ей, что и где нужно подписать, а потом пересчитал деньги. На протяжении всего заключения сделки Николай испытывал странное возбуждение, словно кладоискатель, открывший сундук с золотом. Наконец, когда все было оформлено, Денис призвал обе стороны пожать руки друг другу и направился к своему автомобилю, которым не мог налюбоваться. Вскоре вся троица хлопнула дверцами, и машина покатила по проселочной дороге, вздымая за собой столб пыли. «Ну что, сынок, будем располагаться?» С улыбкой сказала Лена и внесла чемоданы внутрь. В этот момент в ее сумочке вновь зазвонил телефон. Увидев на экране имя подруги, она расплылась в улыбке. «Привет, моя дорогая. Да, можешь поздравить. Купила. Да нет, дом неплохой, стоит своих денег. Правда, ремонт сделать нужно, но это уже мелочи. Ну, я рада, Ленусь. Будь там только поаккуратнее, ладно? А то ко мне муж твой сегодня заявился. Все вынюхивал, что да как. Мол, куда Ленка уехала? И поехал ли с ней Миша?» Осторожно, сказала Наталья. Лена возмущенно фыркнула. «И чего ему еще от меня надо?» И так ободрал, как липку. Алименты платить отказывается. Квартиру себе забрал. Якобы она на него записана. Еще и с работы подставил. А я что, совсем никаких прав не имею?» Наталья помолчала немного, давая подруге возможность стравить пар. «Ладно, Лен, не буду отвлекать. А в случае чего, я о тебе ничего не знаю. Ищи, как говорится, ветра в поле. Тоишь, нашел дурочку все ему докладывать». После звонка подруги, Лена вдруг испытала смутное беспокойство. «Ну зачем Руслану наводить о ней справки? Что он надеется узнать? Неужели снова задумал какую-то пакость?» Ответа на этот вопрос она не знала. Тем более, что муж ее был тот еще аферист. Распаковав чемоданы, Лена принялась раскладывать вещи. Поскольку дом раньше перешел по наследству ветеринару Федору Березину, то внутри все свидетельствовало о принадлежности хозяина к этой нелегкой профессии. Особенно бросался в глаза его рабочий кабинет. Пыль ложилась на все, укрыв вещи словно покрывало. Свет из единственного затянутого паутины окна едва пробивался сквозь него, создавая призрачные тени на стенах. А воздух был тяжелый от запаха задхлости, смешанного с еле уловимым ароматом дезинфектора. Вдоль стен тянулись деревянные полки, заставленные разными банками, стеклянными колбами и пробирками. Некоторые из них были разбиты, и осколки стекла, усеянные пылью, лежали рядом со скальпелями и щипцами. На полу, среди разбросанных инструментов, виднелись испорченные мышами мешки с кормом, полуислевшие тряпки и кожаные поводки. На столе, покрытом пятнами от пролитой кем-то жидкости, лежала огромная пыльная книга с весьма громкоговорящим названием «Анатомия животных». Среди прочих инструментов особо выделялись всевозможные зонты, зажимы и даже щипцы для извлечения больных зубов. В углу кабинета, в тени накрытого простыней стула, виднелись пустые клетки, служившие когда-то временным приютом для домашних питомцев, нуждающихся в помощи ветеринара. В кабинете царила тишина, нарушаемая лишь тихим шорохом веток деревьев за окном. «Да уж, работай здесь не на один день», – прошептала Лена и в ту же минуту громко чихнула. «Мам, будь здорова! А что здесь было? Больничка для животных?» – спросил подошедший со спины Миша. Лена улыбнулась и хотела было уже ответить сыну, как в дверь дома отчетливо постучали. Она с недоумением посмотрела на Мишку и пошла открывать. На пороге стояла маленькая девочка, не больше восьми лет, с растрепанными светлыми волосами и огромными, мокрыми от слез глазами. В руках ее был поводок, пристегнутый к ошейнику крупного, но довольно тощего пса. Немецкой овчарки, с печальным взглядом и окровавленной лапой. Девочка была одета в простую хлопчатобумажную рубашку и поношенные штанишки-трико. На щеке малышки виднелась сарапина, а губы дрожали так, словно она вот-вот разрыдается. — Простите, пожалуйста, — прошептала гостья, не отрывая взгляда от раны пса. — А вы можете помочь Грому? У него рана, волк его покусал. Мы из соседней деревни сюда добрались. Дедушка Митя говорит, что здесь раньше ветеринар жил. Это же вы, тетя, я не ошиблась. Лена присмотрелась к собаке. Рана на лапе была глубокая, а еще из нее обильно сочилась кровь. В этот момент сердце ее буквально сжалось. Лена всегда любила животных, но работала-то она все-таки хирургом, а не ветеринаром. Ее навыки были нужны людям, не собакам. — Малышка, — мягко сказала она, стараясь смягчить отказ. — Я, если честно, не ветеринар, хирург. Только сегодня заселилась в этот дом с сыном. Девочка подняла на нее мокрые, полное отчаяние глаза. — Там, там далеко, — прошептала она, с трудом сдерживая рыдание. — Мой дедушка. Он пастух. Он сейчас в поле. А машины у нас нет. Ну, как я отвезу Грома в клинику. Нас и так подвез в деревню добрый дяденька на тракторе. Лена задумалась. Вот что ей было сейчас делать? Отправить девочку в клинику, которая была за несколько километров отсюда. Она, как никто другой, понимала, как сложно будет малышке добраться туда на общественном транспорте, особенно с большой и раненой собакой. Словно почувствовав сомнение мамы, стоявший позади Миша тихонько сказал. — Мам, может, мы спасем собачку? Смотри, какая она хорошая. Лена улыбнулась. Ну что она могла противопоставить этим двум малышам, решившим спасти раненого пса? — Ладно, — сказала она, стараясь говорить уверенно, хотя внутри ее бушевала тревога. — Я посмотрю, что можно сделать, но я не обещаю, что смогу помочь. Все-таки моя специализация — люди, а не животные. Девочка опустила голову, благодарно кивая. В ее глазах мелькнул огонек надежды. — Спасибо, — прошептала она, еще крепче сжимая поводок в руках. Лена впустила девочку и собаку в дом. Затем протерла стол в кабинете бывшего ветеринара и застелила его чистым полотенцем. И как только положила пса на стол, руки ее вдруг задрожали, как от сильного стресса. На удивление собака вела себя смирно, словно не хотела причинить дискомфорт ни врачу, ни хозяйке. — Не бойся, — сказала Лена, — пытаясь успокоить малышку. Я буду осторожна. Она внимательно осмотрела рану. Кровь текла уже не так сильно, но все равно было ясно, что рана глубокая и довольно опасная. — Так, здесь понадобится обезболивающее, — сказала Лена. — Не знаю, какое будет подходящее для собаки. Я здесь видела в кабинете кое-что. Может сгодится? Малышка смотрела на нее с мольбой. — Так вы поможете? — спросила она. Лена почувствовала, что ей уже никак не удастся отказать этой малютке. Она как никто другой понимала, что девочке и ее псу сейчас просто необходима ее помощь. — Да, — сказала Лена, — помогу. Она нашла в аптечке ветеринара обезболивающее, которое можно было вполне безопасно использовать для животных, и сделала собаке инъекцию. После того, как пес заснул, Лена начала аккуратно промывать рану. — Так как, говоришь, зовут твоего друга, а то я что-то не запомнила сразу? — спросила Лена, чтобы отвлечь и себя, и малышку от неприятной процедуры. — Гром, — ответила та, поглаживая собаку по голове. — Красивое имя, — сказала Лена. — А тебя как зовут? — Маша, — ответила та. Лена продолжала обрабатывать рану. Маша сидела рядом, отвернув голову в сторону, чтобы не видеть сей процедуры. Когда рана была очищена, Елена приступила к наложению швов. Врач знала, что это будет сложно, но все равно старалась быть максимально сосредоточенной и аккуратной. Маша смотрела на нее с восхищением. — Вы такая смелая, — прошептала она. Лена улыбнулась. Она тоже чувствовала себя смелой. Конечно, не была ветеринаром, но делала все возможное, чтобы помочь Грому. — Мне просто нравится спасать тех, кто в этом нуждается, — ответила Лена. Через несколько минут со швами было покончено. Она обработала рану антисептиком и наложила повязку. — Ну все, — сказала Лена. — Теперь Грому нужно будет спокойно полежать и прийти в себя. Маша с облегчением выдохнула. — Спасибо вам, тетя Лена, — сказала она, крепко обнимая спасительницу. — Вы самая лучшая. Лена улыбнулась. Ей было приятно слышать слова благодарности, даже если звучали они из уст маленькой девочки. — Да не за что, — сказала она, — рада, что смогла помочь. Когда пёс очнулся, Лена помогла Маше вывести Грома из дома. И тём мог. Тем более, что для того, чтобы швы не разошлись, Лена установила специальный лангет, который не мешал при ходьбе. Тем более, Маша уверяла, что идти не так уж и далеко. Как раз в это время должна была прийти электричка, которая довезёт её до следующей станции. Малышка поблагодарила врача ещё раз и направилась к выходу, ведя за собой собаку. — Погоди, — сказала Лена, — ты ведь не знаешь, как ухаживать за раной. Давай я тебе всё расскажу. Она провела Машу на кухню и показала ей, как делать перевязку, чем обрабатывать и как кормить пса в период реабилитации. Маша слушала с пониманием, записывая все указания в свой маленький изрядно потрёпанный блокнотик. — А ты что, уже умеешь читать? — спросила Лена, заметив, что Маша читает про себя, шевеля губами. — Да, — ответила малышка чуть краснее. — Дедушка научил меня. Он ведь у меня пастух, гром стада охраняет, а мы, когда коров пасём, дедули меня всегда учат грамоте. Он ведь у меня учитель раньше был. Лена была поражена. А ей вправду не приходило в голову, что эта малышка, одетая в простенькую одежду и живущая в глуши, умеет многое из того, что не всегда удаётся детишкам из города. — Ты умная, — сказала Лена, искренне восхищаясь Машей. — Я уверена, в будущем ты станешь отличным специалистом своего дела. Маша смущённо улыбнулась. — Может быть, — ответила она. — А сейчас я хочу, чтобы Гром поправился. Лена ещё раз проверила Лангет, убедившись, что он крепко держится. — Знаешь, — сказала она, — твоему другу очень повезло, что ему встретилась такая добрая и заботливая хозяйка. — А ты, кстати, приходи к нам в гости и, Грома, бери с собой, — сказал на прощание Мишка, который всё это время следил за всем происходящим как заворожённый. Лена улыбнулась. — Не переживай, сынок, придут ещё обязательно. Нужно ведь будет через дней десять швы снять, так что ещё увидимся. Маша согласно кивнула и, попрощавшись, вышла. Лена проводила её взглядом, наблюдая, как счастливая девочка ведёт по дороге своего любимца. Она закрыла дверь и улыбнулась. И в этот момент, несмотря на все трудности и неожиданные повороты, Лена чувствовала себя по-настоящему счастливой. И в первую очередь от того, что смогла помочь этой прекрасной малышке и её псу. А в это самое время по трассе в сторону города ехала иномарка с тонированными стёклами. За рулём находился риэлтор, Денис. По правой руке от него сидел бывший владелец недавно проданной недвижимости, Николай Шипов. Ну а позади уютно расположился нотариус Семён Валентинович. — А ловко мы это дело обтяпали, как ни крути, — заметил вслух Коля. — Конечно, ловко. А что, думал, как-то по-другому будет? Да уж, как бы не так. Мы с Валентиновичем не раз такое прокручивали. Ты же, по сути, к этому дому никакого отношения не имеешь, так ведь? Это же твоего брата наследство. А мы нужные документы подмахнули и вуаля! Ты стал счастливым обладателем дома в Карповке, — улыбнулся Денис. Коля одобрительно кивнул. — А, вот и я о том же. А самое главное, так быстро всё провернули, а то ведь Федьке скоро по УДО выходить. Сидевший позади Семён Валентинович побледнел. — Так это что же, твой брат жив? А как же бунт в колонии, несчастный случай? Ты же по всей деревне слух пустил, что Фёдор погиб и похоронен на тюремном кладбище. Коля усмехнулся. — Ну да, было такое, я даже свидетельство о смерти получил. Да только ошибочка вышла, но выяснилось это только через месяц. Выжил Федька, спас его врач один дотошный. Два раза сердце у братца останавливалось, а он реанимировал. И зачем так заради зэка убиваться? В общем, жив мой Федька, но выяснилось это позже. Мы даже на опознание в районный морг приехать предлагали, а я отказался. Мол, сами там накуралейте или со своим бунтом, вот теперь и опознавайте. Оно вон как вышло. — Эх, если бы я тогда поехал, сразу бы понял, что в холодильнике не Федька лежит. Семён Валентинович покачал головой. По правде говоря, вся эта авантюра попахивала криминалом. Но что поделаешь, когда в кармане у него осел вполне приличный куш от совершенной сделки, тут можно уже и совесть на беззвучный режим поставить до поры до времени. А там видно будет. Поскольку дело уже близилось к вечеру, Лена на скорую руку убрала одну из комнат, чтобы с Мишей можно было в ней расположиться. Потом приготовила ужин на старенькой электроплитке, состоящей из омлета в прикуску со взятыми из дома бутербродами. Настроение у Лены заметно улучшилось, а в этот момент ей уже не казалось, что всё в жизни так уж и плохо, включая предательство мужа и увольнение с работы под надуманным предлогом. Лена сидела на своей импровизированной кухне, уставившись в чашку с остывшим кофе. За окном уже спустились свинцовые тучи, словно отражая резкую смену её настроения. На самом деле, никто даже не подозревал о том, что Лена знала любовницу своего бывшего мужа ещё со времён средней школы. Ольга Деньгина, чья фамилия, как и её образ, была воплощением богатства и власти, доминировала над ней и её одноклассниками. Она была дочерью местного предпринимателя. Владельца огромного предприятия Аркадия Васильевича Деньгина, который в те годы кормил практически весь город. За глаза все называли её Олькой Денежкой. За то, что она, подобно мифическому Медасу, обращала в деньги всё, до чего дотрагивалась. Правда, в оригинале речь шла о золоте, но с поправкой на время сравнение было вполне приемлемым. Лена Кириллова, в отличие от Оли, росла в простой семье. Отец работал на фабрике, а мама была поваром в городской столовой. Жили они скромно, мечтая о том, чтобы их дочь получила хорошее образование. К сожалению для Лены, тогда школа казалась безжалостным цирком, где Ольге Деньгиной отводилась роль дрессировщицы, а остальные ученики были её цирковыми животными. Оля была не просто дочерью богатого бизнесмена, она была королевой школы, самовоплощение дерзости и безнаказанности. Её смех звучал везде, где обижали слабых. А ещё Ольга могла прилюдно унизить, обозвать, высмеять. И всё это с такой откровенной яростью, что у Лены застывала кровь в жилых. «Ты же знаешь, я могу получить всё, что захочу», говорила Ольга. И в голос её звучала сталь. «И ты, мерзкая дочь поварихи, ничего не сможешь сделать». И действительно, Лена довольно долгое время не могла ничего противопоставить. Она не могла ответить ей, могла только терпеть, глотая слёзы и обиды пополам с горечью и сожалением. Как-то на уроке литературы Ольга решила развлечься. Она взяла тетрадь Лены и зачеркнула в ней все строчки, написанные детским каллиграфическим почерком. «Ну что, так намного лучше, правда?» – с вызовом спросила она. Лена была на грани отчаяния. Ей тогда как раз исполнилось пятнадцать, когда она поняла, что больше не может терпеть это вечно. Лена решила бороться. Но не с Ольгой, а с самой собой. Она нашла в себе силы, чтобы не унижаться и не лебезить перед этой богачкой. А ещё перестала обращать внимание на её издёвки и подлинненькие шуточки. Просто жила своей жизнью, не замечая присутствия королевы. А когда Ольга снова попыталась её прилюдно высмять, Лена поступила следующим образом. Она зашла к маме на работу перед школой и попросила трёхлитровую банку пищевых отходов, именуемых в народе просто «помоями». Обычно Галина Петровна подкармливала этими объедками бродячих собак и кошек, которые в те годы могли надеяться только на самих себя. Взяв банку с помоями, Лена убрала её в пакет и пришла в школу. Оля, которую ранее привёз личный водитель Виталик, была уже тут как тот. Но не успела она открыть рот, чтобы сказать очередную гадость, как Лена вывернула на неё помой из банки прямо на глазах всей школы. Конечно, для кого-то её поступок был чем-то из ряда вон выходящим, а кому-то он даже понравился. Но большинство учеников попросту стояли разенув рты и не зная, что за этим последует дальше. В этот момент, когда Лена перестала бояться Ольги, она перестала быть для неё угрозой. Оля, лишённая своей власти, словно исчезла из жизни Лены, оставшись тёмным пятном на общей школьной фотографии. Лена выросла, поступила в университет и стала успешным врачом. Жизнь её была наполнена смыслом и уважением, и в первую очередь к самой себе. Конечно, Лена не могла знать наверняка, специально ли Ольга увела у неё мужа или нет, но факт оставался фактом. Дочь Аркадия Деньгина снова появилась в её жизни, чтобы взять реванш за прошлое или хотя бы насолить. Да, насолить так, чтобы Лена ещё долго ощущала эту горечь, причём не только во рту, но и в самой душе. Первая ночь в незнакомом месте далась Лене нелегко. Во-первых, Мишка пару раз просыпался с громким криком от очередного кошмара, который всегда снились ему, тогда, когда его день наполнялся самой разной гаммой эмоций. Скорее всего, восприимчивое детское сознание попросту реагировало таким образом на переизбыток информации. Успокоив сына, Лена уже не могла уснуть до самого утра. Поднявшись с кровати с первыми лучами солнца, она вышла на улицу, чтобы послушать пение птиц и посмотреть на реку, которая протекала в паре сотен метров от них. Название Лена не знала, но это было не так уж и важно. Открыв скрипнувшую навесами калитку, она вышла на улицу и огляделась по сторонам. Деревня еще спала, хотя кое-где уже слышалось мычание коров перед утренней дойкой. В этот момент, по правую сторону от себя, Лена заметила одинокую мужскую фигуру, которая приближалась к ней быстрой нервной походкой. Издали мужчина показался ей одним сплошным черным пятном. Но когда незнакомец подошел ближе, она явственно разглядела рюкзак за его плечами. В этот момент в душе Лены все словно перевернулось. Перед ней стоял высокий, широкоплечий мужчина с серыми, печальными глазами и глубокими морфинами на лбу, хоронившим отметины прожитой нелегкой жизни. Одежда его, хотя и чистая, явно была не новой. А на лице проглядывалась усталость, словно после долгого трудного пути. «Здравствуйте», – проговорил он, не сводя глаз с Лены. «Я Федор, и это мой дом», – Лена опешила. В голове вдруг все помутилось, а в глазах заблестели слезы. «Простите, вы ошиблись?» – попыталась улыбнуться она, но улыбка вышла натянутой. «Это мой дом, а я его купила. Если быть точной, сделку оформили вчера». Мужчина ничего не ответил. Только продолжал смотреть на нее, словно пытаясь разглядеть в ее лице что-то знакомое. «Я вам объясню», – начала Лена. «Вчера мы приехали из города, и я купил этот дом у…» Она запнулась, не зная, как назвать человека, который продал ей дом. «Николай». Она не помнила его фамилию. «Наверняка Николай Шипова». Закончил за нее Федор, моего сводного брата. Лена побледнела. «Но ведь Николай говорил, что его брат погиб в колонии во время бунта». Он усмехнулся. «Ну, мой брат всегда был гораст на всякие выдумки. Наверняка соврал вам и глазом не моргнул. Я и правда провел в коме около месяца. Консилиум врачей районной больницы уже принял решение отключить меня от аппаратов, но я очнулся. «Ну, а Колька, видимо, ошибочно подумал, что я умер». В этот момент для Лены все встало на свои места. В документах было указано, что дом продан Николаем, но Лена ничего не знала о том, что его брат жив. Теперь же она понимала. Этот бывший сиделец ничего не знал о том, что брат продал его жилье. «Простите бога ради, что я так набросилась, Федор! Прошу, заходите!» – отступила Лена, пропуская его в дом. «Мне кажется, нам есть о чем поговорить». Федор, не двигаясь с места, продолжал смотреть на нее. В его глазах Лена читала глубокую боль, а сердце ее сжалось от сочувствия. «Прошу», – повторила она, – «заходите, давайте чаю выпьем и поговорим как нормальные взрослые люди». Федор, словно очнувшись от транса, нехотя сделал шаг. Войдя в дом, он огляделся вокруг, и взгляд его остановился на хирургическом наборе, стоявшем у рабочего стола. «Это мои инструменты», – сказал он. «Я купил их за месяц до тюрьмы». Лена замерла. Тюрьма. Она все еще не могла поверить, что перед ней стоит бывший заключенный, который в прошлом считался талантливым ветеринаром. В словах Федора, в его печальных глазах Лена видела ту боль, которую невозможно скрыть. «Я не знала», – прошептала она, с трудом подбирая слова. «Не знала, что Николай врет. Мы с ним… мы с ним заключили договор купли-продажи», – с трудом выдавив из себя эту фразу сказала Лена. «Вы не виноваты», – спокойным голосом сказал Федор. «Это было его решение». В этот момент Лена подошла к гостю, словно чувствуя неуловимую связь с этим незнакомцем. «Федор, прошу вас, не волнуйтесь. Мы обязательно что-нибудь придумаем», – сказала она. Мужчина улыбнулся, но в глазах его не было радости, только горькой иронии. «Нет, вряд ли тут что-то можно придумать, Лена», – ответил он. «Я ведь понимаю, вы купили этот дом честно». Слова его были пропитаны горечью и болью. Федор замолчал, погрузившись с головой в свои мысли. «Я хотел бы, чтобы вы дали мне время оглядеться. Не знаю, что буду делать дальше, но сейчас я не могу уйти. Поэтому прошу вас только об одном. Не выгоняйте меня», – попросил он. «Хорошо», – сказала она. «Оставайтесь столько, сколько вам нужно. Я помогу вам жильем на время, а потом решим, что дальше». Федор кивнул, и в глазах его промелькнула искорка благодарности. «Спасибо. Я вам очень признателен», – сказал он. Дальше они пили чай, и Лена узнала от Федора, что он отсидел в тюрьме почти четыре года за преступление, которого не совершал. Дали ему намного больше, но помогла репутация хорошего врача. Сам того не желая, он превратился в ценного специалиста, особенно для начальника колонии, который души не чаял в померанских шпицах и держал в доме не менее семи собак. Федор лечил их от всевозможных болезней, а однажды ему даже довелось принять сложные роды одной из собачек. Практически все специалисты в городе настаивали на извлечение плода оперативным путем. И только Федя смог обойтись без столь радикальной меры. Вот тогда-то за ним и закрепилась слава кудесника, а зыки стали называть его не иначе как айболитом. А вот Николай, сводный брат Федора, всегда был хитрее и проворнее. Коля не заботился о брате, и когда тот попал в тюрьму, положил глаз на дом его покойного отца Антона Селивановича. Лена понимала, что после тюрьмы бывшему ветеринару нужно время, чтобы привыкнуть к новой жизни и новому окружению. Когда Миша проснулся, его удивление не знало границ. Оказывается, пока он спал, в их новом доме появился гость. «Миш, это дядя Федя», – представила Лена настоящего хозяина дома. Мужчина улыбнулся и протянул руку. «Привет, будем знакомы». Глаза Мишки засветились радостью, особенно после того, как он узнал, что кабинет с принадлежностями ветеринара принадлежит этому дяде серыми и слегка грустными глазами. В это время солнце, неумолимо поднимаясь над горизонтом, щедро раздавало свои лучи, окрашивая в золотые краски пышную зелень старого сада, расположенного позади дома. Воздух был пропитан ароматами свежескошенной травы и влажной земли, а вдали, несколькими гектарами полей, оживала федеральная трасса. Но здесь, во дворе, царствовал спокойствие и размеренная тишина, нарушаемая лишь пением птиц и тихим шелестом листвой. Выпив чая и съев предложенный Лене бутерброд с колбасой и сыром, Федор изъявил желание поработать на приусадебном участке. «Я уже за эти годы так насиделся, что руки сами просятся что-нибудь поделать», – перехватив удивленный взгляд Лены, пояснило. Она пожала плечами и принялась убирать со стола. В центре сада, в лучах утреннего солнца, Федор работал как одержимый. Одетый в простую и удобную одежду, он скрупулезно убирал двор, выпалывал сорняки и подметал старенькие дорожки из покрытого пылью камня. Все его движения были точными, уверенными, наполненными какой-то завораживающей для наблюдателя грацией. При этом Федор, нет-нет, да и возвращался мыслями к прошлому, к тому времени, что провел за решеткой. С другой стороны, он знал, что эта часть жизни останется неизгладимым шрамом на его сердце. Однако он решил двигаться вперед, прочь от прошлого к новой жизни, полную надежд и светлых стремлений. Ближе к обеду во двор вышла Лена, с такой милой улыбкой на лице, что она могла растопить даже самое холодное сердце. — Федор, ну отдохните немного, — сказала она. — Как у вас дела? Он посмотрел на нее и, смахнув под салба, ответил. — Хорошо, а у вас? — Спасибо, все в порядке, — ответила Лена. — А вот Миша хочет погулять. Вот я и подумала, может быть, вы нам покажете сад? Он очень красивый. Федор кивнул и задумчиво посмотрел на мальчишку. Мишка смутился и принялся нетерпеливо дергать маму за руку. — Да, конечно, — сказал наконец Федор. — Хотите, покажу вам старую грушу? Она уже совсем в возрасте, но до сих пор плодоносит. — Хочу, — закричал Мишка. — Мам, посмотрим? Лена улыбнулась. — Ну, раз ты так хочешь, — ответила она. — Пойдемте, посмотрим грушу. Федор провел их по извилистым тропинкам сада, рассказывая истории о старых деревьях, которые стояли здесь еще задолго до его рождения. Мишка, увлеченный рассказами, бегал впереди, изучая каждый кустик, каждый цветок. Лена улыбалась, наблюдая за сыном издали. Наконец, они дошли до груши. Ее толстый ствол был испещрен морщинами, словно лицо старого человека, а ветви, подобно огромным рукам, тянулись к небу, чтобы коснуться пальцами солнца. — Вот эта груша раза в два старше меня, — сказал Федор, гладя ее шершавую кору. — Можете быть уверены, она многое видела в своей жизни. Мишка подбежал к дереву и, подняв голову, внимательно рассматривал его листво. — А груша у нее вкусная? — спросил он. — Конечно, — ответил Федор. — Самые вкусные в мире. Мишка улыбнулся и заглянул в глубину сада. — А там что-то еще растет, так? — Да, — ответил Федор. — И груши, и яблоки, и вишни — много здесь всего. — Можно посмотреть? — спросил Миша. — Конечно, — ответил Федор. — Идем. Они прошли по саду, и Федор показал Мише старые яблони, грушевые деревья и вишневые кусты. — Да, почти как рай, — сказал мальчишка. — Хотелось бы тут жить всегда. Федор улыбнулся. Он понял, что Миша полюбил этот сад так же, как когда-то любил его отец, Антон Селиванович Березин. В тот момент Федор почувствовал какое-то необычайное чувство радости и удовлетворения. Он вдруг понял, что наконец-то нашел новую цель в жизни. Новую семью. Правда, не совсем семью, конечно, скорее друзей. Но, по большому счету, для одинокого бывшего зэка, как он, это не так уж и важно. Главное, что не в одиночестве. А еще он будет ухаживать за садом и помогать Лене и Миши делать его еще красивее. Прошло несколько дней. Лена, погруженная в заботы о доме, не успевала следить за всем одновременно. И Федор сам вызвался помочь ей в делах хозяйственных. — Вижу, у тебя много дел, — сказал он. — Разреши немного помочь, хотя бы с садом, — сказал Федор и впервые перешел в разговоре на «ты». — Ты прав, — ответила она, немного смущаясь. — Было бы здорово, но не хотелось бы тебя обременять. Времени, правда, ни на что не хватает. А ведь я еще даже не приступила к поискам работы. Я же врач все-таки. Причем довольно неплохой, смею заметить. — Я понимаю. — А насчет хлопоты и помощи с участком — не беспокойся, — ответил Федор. — Мне это даже в удовольствие. Стоит сказать, что когда бывший ветеринар появился в деревне, то удивление местных не знало границ. Ведь все считали его погибшим, а вышло все совсем наоборот. Погибшим Федор был лишь на бумаге и в фантазиях своего брата Коли, который после продажи дома как сквозь землю провалился. Впрочем, Федя на этот счет совсем не печалился. Ведь ему теперь было о ком позаботиться. Пусть и не глаз на себе, на уме, но все же это так приятно, что голова просто шла кругом. Частенько собравшись за кухонным столом, Лена и Федор разговаривали о жизни и о будущем. Федя делился своими планами. О том, что хочет найти работу ветеринарам и помогать животным. Она же поддерживала его во всем. Пообещала помочь найти хорошую клинику. Как-то раз после ужина Федор сел в саду на скамейку, глядя в вечернее небо. В тот же миг к нему подскочил Мишка, который побежал в сад после ужина. – Дядь Федь, – сказал он. – Хочу тебе кое-что показать. Он потянул Федора за руку к большому дубу, который рос на краю деревни. – Смотри, – сказал он. – Я нашел беличье гнездо. Федор улыбнулся. Он любил животных больше всего на свете. А потому всегда радовался, что Миша разделяет его страсть. – Да, уютное гнездо, – сказал он. – Белки, кстати, очень умные животные. – А можно нам сделать кормушку для них? – спросил Миша. – Конечно, – ответил Федор. – Сделаем кормушку, и белки будут приходить к нам в гости. Федор и Миша провели весь вечер в лесополосе. Собирали шишки и желуде для кормушки. Планировали, как ее сделать. А возвращались домой уже в сумерках. Полные радости от того, что получилось. Уже подходя к дому, Федор заметил, что там стоит старенькая Волга. Ее приметный профиль он узнал бы даже ночью. – Сашка, что ли, в гости приехал? – удивленно спросил Федор. – А, это тот дядя, что нас в деревню привез. На трассе подобрал и привез сюда, – добавил Миша. Когда Федор подошел ближе, навстречу вышел Александр. Живя в одной деревне, они хорошо знали друг друга, хоть и не считались друзьями. – Беда, Федь. Дедушка Маши Коршуновы умер. Ну, что в соседней деревне живет. Пастух который. Деда Митяя, конечно, односельчане похоронили. Все честь по чести. А вот Машенька дома сидеть не захотела. Сбежала. Говорит, только с тете Леной хочу жить. Хорошая она, мол. Федор сокрушенно покачал головой. По правде говоря, он уже знал об истории Маши и Грома, рассказанной ему Мишкой. – И что теперь будет? У нее что, родственников совсем нет? – с тревогой спросил Федор. Саша смущенно пожал плечами. – Нет, больше никого. Родители у нее геологами были. Погибли во время схода снежной лавины. Вот только дед Митяя оставался. А у него сердечко-то давно пошаливало. В больницу не ходил. Говорил, что его луга и поля сами излечат. Вот и вылечили, прости господи. Федор еще поговорил немного с Сашей. А потом вдруг понизил голос и сказал. – Слышь, Сань, а у тебя знакомого в полиции часом нет? Александр с удивлением посмотрел на бывшего ветеринара. – Да как сказать, вроде бы и есть. Но только против закона он не пойдет, даже не проси. Федор улыбнулся. – Да ну ты чего? Мне бы только справочки навести, понимаешь? Женщина одна меня интересует. Ольга Аркадьевна Деньгина. Сможет твой знакомый узнать о ней все? Ну, в духе что, где, когда. Да, сделаешь, а? Сашка почесал макушку своей объемной пятерней. – Да я-то сделаю. Но зачем тебе это? В отношениях с ней, что ли, раньше был? Федор в раз побледнел и отрицательно покачал головой. – Да нет, Сань, все намного хуже. Помнишь, из-за чего меня в колонию пекли? Мужчину того, что от кровотечения скончался. Соборовым Егором звали. Он, когда понял, что умрет, схватил меня за руку и прошептал, что его жена Ольга Деньгина виновата в том, что случилось. Я тогда значения этому не придал. Думал, может, бредит или еще чего. А как меня осудили за холодность, приведшую к смерти и в колонию пекли, сразу вспомнил. Такие вот, браток, дела. Александр понятливо кивнул и пообещал помочь. Потом сдержанно попрощался и уехал домой, оставив Машу и Грома в доме Лены и Федора. Так уж вышло, что после случая с незаконной продажей дома, местные стали считать их парой. За глаза, конечно. Ну а что еще они могли подумать, когда Лена и Федор жили под одной крышей и приводили в порядок дом? Маша стояла на пороге, понуро опустив голову. Теперь в ее глазах уже не было того детского озорства, которыми она светилась еще неделю назад во время происшествия с нападением волка. В глазах ее плескалась боль и страх, которые она старалась скрыть, сжимая в руках плюшевого мишку. Единственную память о дедушке Митяе. Родственников у Маши больше не было. По крайней мере, все те, кто мог бы ее укрыть, оказались слишком далеки, чтобы протянуть руку помощи маленькой сиротке. В доме пахло свежим хлебом и корицей. На столе лежал кусок румяного пирога, а в углу комнаты стояла корзина с вязальными спицами и мотками яркой пряжи. По какой-то необъяснимой причине Маша чувствовал, что этот дом, хоть и не был ей родным, внушал чувство тепла и уюта. Рядом с ней сидел гром, который следил за хозяйкой дома влюбленным взглядом. Ведь именно она спасла его неделю назад, обработав рану, нанесенную хищником. Маша же не могла говорить. Слова застревали в горле, превращаясь в горький ком. Понимая чувство маленькой гости, Лена одарила малышку ласковой улыбкой. Маша с надеждой посмотрела на нее, а потом бросилась к ней, обнимаясь за шею и уткнувшись лицом в плечо. «Тетя Лена, пожалуйста, пожалуйста, не оставляйте меня одну!» Лена крепко обняла ее, гладя по волосам, как свою собственную дочь. В ее глазах тоже блестели слезы, слезы сочувствия и сострадания. Она знала, как больно терять самых близких, но никогда не испытывала такой пустоты и одиночества, как Маша. «Не плачь», – прошептала Лена, чувствуя, как в ее сердце зарождается любовь к этой хрупкой малышке, оставшейся без родителей. «Мы всегда будем вместе. Я буду заботиться о тебе, учить тебя всему, что знаю, и любить больше всего на свете». В этот вечер, когда Маша пришла к ним, в их жизни началась новая глава. Ведь Маша получила не только крышу над головой и еду, но и любовь, заботу и тепло, которых ей так не хватало. Увидев эту трогательную картину, застывший в дверном проеме Федор не мог сдержать слез. В этот момент Гром подошел к бывшему ветеринару и ткнулся носом в его ладонь. Федор присел на корточки и потрепал пса по холке. А еще он не мог не обратить внимание на тонкий рубец в районе его правой лапы. Хоть Федор и считал себя знатоком ветеринарной хирургии, он впервые в жизни видел такой ювелирный шов. «Дядь Федь, а ты не против, если Маша с нами жить будет? А то у нее вон что случилось», – осторожно спросил подошедший Мишка. Федор мотнул головой, словно очнувшись от крепкого сна. «Да, конечно, не против. Но это же не только мы решаем. Нужно будет опекунство оформить и документы необходимые собрать». Миша улыбнулся. «Ну так мы же их соберем, дядь Федь, правда?» Федор похлопал его по плечу. «Конечно соберем. Обязательно. Даже не сомневайся». В тот вечер за столом на кухне они засиделись допоздна. Именно тогда Лена и Федор приняли решение оформить документы для маленькой Маши. Это при том, что сами они в отношениях не состояли. Узнав, что ее не бросят, Машенька готова была прыгать до потолка. Лена и Федор улыбались, сами не заметив того, как между ними пробежала искорка искренней симпатии. Незаметно пролетело две недели, за время которых в жизни этой пары изменилось многое. Во-первых, они подали заявление в ЗАГС, а во-вторых, собрали все необходимые бумаги для оформления опекунства. Также не сидел без дела Александр, который при помощи другов полиции Никиты смог выяснить кое-что интересное. Когда Лена узнала о том, что Федор интересуется Ольгой Деньгиной, ее удивление не знало границ. Поначалу она даже приревновала его к несносной богачке. Мол, хватит с нее одураченного мужа Руслана, по вине которого она потеряла работу. Но когда Александр рассказал, что ему и Никите удалось выяснить, лень не сделалась не по себе. Саша начал свой рассказ издалека, представив Ольгу как женщину, которой не было равных в искусстве обольщения. Ее глаза завораживали, а улыбка, робкая и неприступная, пробуждала у мужчин самые потаенные чувства и желания. Красота ее была не просто привлекательной, она была гипнотической и заманивающей мужчин в своей сети словно мух. Однако за этой маской нежности скрывалась хищница, готовая забрать все, что ей было нужно, даже жизнь. Ольга родилась в семье, утопавшей в роскоши. Но судьба, как известно, любит играть в свои игры. Несколько лет назад бизнес ее отца Аркадия Деньгина рухнул, как карточный домик. И мир, построенный на деньгах, исчез в один миг. Привыкшая к роскоши Ольга была вынуждена искать новую опору. И тогда роковая красотка выбрала самый простой и, как ей казалось, самый верный путь – обольщать богатых мужчин. Первым мужем для нее стал Егор, богатый нефтепромышленник, у которого Ольга увидела билет в свой прежний мир. Свадьба была пышной, как и все в жизни Оли до разорения семьи. Ее платье сверкало стразами, а на руке красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Она достигла своей цели – снова утопала в богатствах. Однако Ольга Деньгина была лишь на половине пути. Егор действительно стал ее проводником в мир богатства, но в то же время был и препятствием. Вот тогда-то Оля подстроила супругу автомобильную аварию, которая в конечном итоге стоила ему жизни, а ни в чем не повинному ветеринару свободы на долгих четыре года. Дальше было уже больше. Очаровав очередного бизнесмена – Даниила, Ольга сделала все, чтобы после свадьбы он умер от передозировки лекарств. Врачи называли это несчастным случаем, и только Оля знала истинную причину. Уход Даниила в мир иной принес ей не только желанную финансовую свободу, но и статус богатой бизнесвумен. С той поры она стала считаться настоящей черной вдовой. Ее жертвами становились опытные бизнесмены, богатые артисты, политики. Каждый из них был ослеплен ее красотой и роковой привлекательностью. Ольга мастерски перевоплощалась в разных женщин – нежную беззащитную девушку, страстную и неудержимую любовницу, умную и независимую бизнес-леди. Ее маски были безупречными, и мужчины не подозревали, что за ними идет охота – хищницы, которая готова отобрать у них все. И только с мужем Лены в Ольге вышла промашка. Она влюбилась в этого негодяя, словно кошка, даже не подозревая о том, что пройдет совсем немного времени, и они станут не только любовниками, но и подельниками в своих преступных аферах. Слушая рассказ Александра, Лена не верила. Неужели ее бывшая одноклассница была такой закоренелой преступницей? Впрочем, сейчас ее это волновало меньше всего. Ведь впереди их с Федором ждала свадьба, на которой Миша и Машенька будут присутствовать в статусе их совместных детей. Удивительно было еще и то, что по иронии судьбы арест Ольги и Руслана совпал с днем свадьбы Лены и Федора. Наверное, о лучшем подарке не стоило и мечтать. В числе незваных гостей был также замечен брат Федора, Николы, который умудрился спустить деньги от продажи дома в такой короткий срок. К удивлению многих, Федя не стал осуждать брата, решив, что его научит всему сама жизнь. А еще после этого случая молодой ветеринар уверовал в то, что ничего не происходит просто так. Ведь если бы не глупый поступок Кольки, Федор никогда бы не повстречал на своем пути Лену. Женщин, ради которой стоит жить дальше и преодолевать любые трудности. Ну а подспорьем их семье стала полученная денежная компенсация за проведенные годы в неволе, на которой они смогли открыть небольшой ветеринарный центр. Если история вам понравилась, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это крайне важно. Спасибо заранее и до свидания.